Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата выбрана не случайно. 15 лет назад, 1 сентября 2004 года, произошла одна из самых страшных трагедий в современной России, когда боевики захватили школу в городе Беслан, Северной Осетии. Те события унесли жизни 334 заложников, среди которых было 186 детей. Траурные митинги прошли сегодня во всех уголках страны. В Нарьинмаре почтить память невинно убиенных собрались в сквере первой городской школы. С подробностями моя коллега Екатерина Дементьева. Сейчас уже не верится, что фотография этих ребят – единственное напоминание о трагедии, унесшей их жизни. Первый день начала нового учебного года. В сентябрьский жаркий день дети пришли в свою родную школу. Кто-то из них лишь впервые переступил ее порог. Но для многих начало учебного года оказалось концом. Концом жизни. Торжественная линейка прервалась криками боевиков и их беспорядочными выстрелами. Детей и взрослых без разбора загнали в спортивный зал школы. Никто и не предполагал, что ад может быть на земле. Эти жертвы, они должны жить в нашей памяти. И все, что случилось и произошло, всегда бывает нам таким напоминанием и уроком, как хрупок мир и как важно его беречь. Почти три дня обессиленных от обезвоживания и стресса людей удерживали в заложниках, как птиц в клетке. Взрослые мужчины держали под прицелом 1128 человек. В основном – детей и женщин. Страх, боль и чувство безнадежности – пожалуй, это малая часть эмоций, которые испытывали заложники школы в Беслане. Я думаю, из-за чего тут все собрались, потому что, чтобы не забывать тех людей, которые пережили эту боль и как бы больше их поддержать. Я думаю, этот месяц проводится для того, чтобы не забывали, какие были трудные времена в то время. Всех заточили в один маленький спортзал. И все там сидели три дня голодные, их не выпускали. Чтобы все помнили и знали, как трудно было в те времена. Казалось бы, прошло достаточно времени, чтобы боль утрат притупилась. Но все мы по-прежнему сострадаем семьям погибших, скорбим о детях, чья жизнь оборвалась в начале пути. Очень важно эти чувства воспитывать и в подрастающем поколении. В детях надо воспитывать доброту, в детях надо воспитывать ответственность. Потому что добрый человек никогда не сделает зла. Добрый человек никогда не убьет ребенка, не убьет человека. Поэтому вот здесь, если мы говорим о будущем, то надо именно взращивать эти качества. Нет ничего дороже жизни ребенка. Нет ничего страшнее слез матерей, оплакивающих своих детей. Невозможно представить, что испытывали люди в те три дня без еды и воды в невыносимой жаре, под перекрестным огнем и постоянными взрывами. Тех людей не вернуть. Но наша основная задача сделать так, чтобы этой трагедии больше никогда не повторилось.